Привет, друзья! На связи Самбат Алиханян, ваш любимый юрист. Сегодня я вам расскажу о том, как вернуть оплаченные налоги при покупке недвижимости. Поехали! Итак, в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый гражданин, который покупает недвижимость, либо строит недвижимость, имеет право на возмещение оплаченных государству налогов. Каким же образом это происходит? Правом на возмещение обладают граждане, которые оплачивают налог на доходы физических лиц. Это вот эти 13%, которые удерживаются заработной платой любого человека. И вот если вы являетесь плательщиком этого налога, вы имеете право вернуть налоги, которые вы оплатили государству. Причем можете вернуть хоть все, которые вы оплатили. Итак, если вы решили приобрести недвижимость, либо решили построить недвижимость, вы имеете право на возврат 13% от стоимости этой недвижимости. Однако, законом предусмотрены небольшие ограничения. Ограничение касается суммы. 13% вы можете вернуть только с суммы в 2 миллиона рублей. К примеру, вы купили квартиру, которая стоит 10 миллионов рублей, но можете вернуть только 13% с 2 миллионов рублей. То есть максимальная сумма это 260 тысяч рублей, которые вы можете вернуть. Кроме того, существует еще имущественный вычет, связанный с оплатой процентов по кредитам, по ипотекам. В случае, если вы приобрели недвижимость в кредит, в ипотеку, вы имеете право возместить проценты, которые вы оплатили банку за покупку недвижимости. Вот, к примеру, вы заплатили на миллион рублей процентов, 130 тысяч рублей с этих процентов подлежит возмещению. При этом, если законом установлено ограничение на обращение при покупке недвижимости всего один раз, то в отношении процентов никаких ограничений нет. То есть вам не обязательно за один год вернуть оплаченные налоги по ипотеке. То есть у вас ипотека на 10 лет, вы в течение 10 лет можете каждый год обращаться и возмещать оплаченные налоги. Здесь есть очень интересный нюанс. У человека есть выбор, либо возместить деньгами оплаченные налоги за прошлый год, либо учесть оплаченные налоги на следующий год. То есть вы можете написать по месту работы заявление и попросить работодателя в этом году не удерживать с вас налоги, так как у вас существует переплата. Теперь я вам расскажу, каким образом получить вот этот имущественный налоговый вычет. К примеру, вы приобрели квартиру. Приобрели квартиру в ипотеку. Каким же образом вернуть вот эти 13%? Первое, вам нужно собрать пакет документов. Пакет документов очень простой. Это договор купли-продажи. Это документы, подтверждающие, что вы оплатили по этому договору купли-продажи. Если вы приобрели эту квартиру в ипотеку, значит договор ипотеки и все документы, которые вы получили в банке. Это справка из банка об оплаченных процентах по этому договору. Это акт приема-передачи квартиры. Это свидетельство о регистрации права собственности, либо выписка из реестра недвижимости, которая выдается сейчас. Это справка о ваших доходах по форме 2НДФЛ, которые вы можете получить по месту работы. Важный момент, что 2НДФЛ, даже если вы не можете получить по месту работы, есть в налоговых органах. Вы можете зайти в личный кабинет налогоплательщика и эту справку оттуда выгрузить. Вот вы берете все вот эти документы, ваш паспорт, СНИЛС, ИНН, заходите на сайт налоговой инспекции налог.ру. Там есть личный кабинет налогоплательщика. В личном кабинете налогоплательщика есть специальный сервис по оформлению декларации 3НДФЛ. Это такая форма, которая утверждена приказом Федеральной налоговой службы. Вы путем использования программы, которая есть на этом сайте, заполняете всю информацию о приобретенной вами недвижимости и подаете в налоговую инспекцию на возмещение. Налоговая инспекция рассматривает все направленные вами документы и принимает решение. У налоговой инспекции есть обязанность рассмотреть ваши документы в течение трех месяцев. И именно в течение этих трех месяцев вы должны получить уже ваши деньги, либо хотя бы получить решение о возмещении вам оплаченных налогов. Все очень просто и понятно. Если вы человек не очень цифровой, не любите использовать всякие программы, которые есть на федеральных ресурсах, вы можете эту декларацию согласно образцу заполнить самостоятельно, хоть от руки. На сайте налоговой инспекции есть форма этой декларации и образец для заполнения. Вы можете все это заполнить, приложить те документы, о которых я вам сказал и направить почтовым отправлением в налоговую инспекцию по месту жительства. Процедура такая же, они обязаны в течение трех месяцев рассмотреть и принять решение. Существует еще третий альтернативный способ подать эту декларацию через вашего работодателя. Работодатель тоже имеет право, как ваш налоговый агент, направить эту информацию в адрес налоговой инспекции. Вся эта процедура очень понятная, очень простая и позволяет вернуть оплаченные налоги. Наши клиенты возвращают больше 500 тысяч рублей при приобретении недвижимости, когда эта недвижимость имеет большую стоимость. И у нас есть большой опыт. И я знаю, что у людей сейчас есть очень много сомнений по этому поводу. Многие не верят в том, что государство может вернуть оплаченные налоги. Но я вам скажу от себя, что это реально действенный инструмент, который работает и налоги возмещаются. Про наши услуги, связанные с возмещением налогов, вы можете прочитать на нашем сайте, который указан в описании к этому видео. Если у вас есть вопросы, вы можете ко мне обратиться в социальных сетях. В инстаграме я всегда очень быстро отвечаю. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Всем пока. С вами был Самбат Алиханян.